спасти вашу осанку и предотвратить развитие гиперкифоза. Мы с вами улучшили подвижность в грудном отделе, укрепили зону между лопаток и широчайшие мышцы, растянули грудные мышцы. Грудной отдел увеличивается, то есть округляется и фиксируется в таком положении. Мышцы начинают зажиматься, перестают выполнять нормально свою функцию. Сидим постоянно в телефоне, за компьютером, мало двигаемся, либо поддаемся постоянным стрессам. Все это негативно влияет на наши мышцы. Это также будет профилактика боли к шее. Обратите внимание, что шея здесь не должна напрягаться, так как это очень важно, иначе вы не сможете правильно проработать мышцы. Этот комплекс отлично подходит для профилактики дома. Ничего страшного, это тоже можно исправить. Друзья, всем привет! Меня зовут Дарья Кусмидарова, и вы на канале Здоровый Рух. Все о здоровье спины и суставов. И сегодня я покажу вам комплекс упражнений, который поможет спасти вашу осанку и предотвратить развитие гиперкифоза. Что же такое гиперкифоз? Гиперкифоз – это когда наш грудной отдел увеличивается, то есть округляется и фиксируется в таком положении. То есть идут изменения костных структур. К сожалению, сегодняшний образ жизни негативно влияет на нашу спину. Сидим постоянно в телефоне, за компьютером, мало двигаемся, либо поддаемся постоянным стрессам. Все это негативно влияет на наши мышцы. Мышцы начинают зажиматься, перестают выполнять нормально свою функцию. Мы ссутуливаемся и, как следствие, имеем либо уже увеличенный кифоз, либо такие проблемы, как боль, головная боль и тому подобное. Поэтому сейчас я покажу вам комплекс, который поможет предотвратить увеличение гиперкифоза. А даже если вы уже его приобрели, ничего страшного, это тоже можно исправить. Берем с собой водичку, коврик и приступаем к упражнениям. Данный комплекс будет состоять из пяти упражнений. Первых двух мы с вами улучшим подвижность грудного отдела, так как это очень важно, иначе вы не сможете правильно проработать мышцы. И следующие три упражнения будут направлены на укрепление тех мышц, которые необходимы для удержания правильной осанки. Поехали! И для первого упражнения нам необходима либо кровать, либо стул, какая-нибудь возвышенность. Становимся вот в такое положение. Руки складываем, как будто сидя за партой. Немножко отходим коленями назад и ныряем вниз. Наша задача с вами, не прогибая сильно поясницу, то есть мы ее фиксируем, прогибаться вниз грудным отделом, сделать вдох и на выдох максимально прогнуться вниз. Амплитуда может быть небольшая, это вполне нормально. Если у вас уже есть сформированный увеличенный кифоз, вам будет достаточно сложно делать это движение. Но не переживайте, с каждым разом будет получаться все лучше и лучше. И следующее упражнение для улучшения подвижности будет тоже грудного отдела. Становимся в полувыпад. Таз, здесь очень важно, таз должен зафиксирован быть и всегда смотреть прямо. Руки вперед, ладонь к ладони. И выполняем вот такое вот раскручивание и закручивание. Опять же с выдохом. Выдох и вдох. Стараемся раскручиваться таким образом, чтобы таз у нас не крутился. Вот так будет неправильно. Зафиксировали таз максимально и раскрутились. И с выдохом. Выполняем в одну сторону около 15 раз. Потом меняем. Так же само ноги остаются в этом же положении, но раскручиваемся в другую сторону. С выдохом. Тоже где-то около 15 раз. Обратите внимание, если вы чувствуете какой-то дискомфорт в спине, это говорит о том, что есть какие-то мелкие зажимы, которые просто не пускают делать движения. И со временем они будут проходить, и движение будет более амплитудное. Потом поменяли с вами ноги, встали на полувыпад на другую ногу и выполняем все то же самое. Тоже по 15 раз в одну сторону и 15 раз в другую сторону. Не забываем, что таз у нас всегда смотрит максимально прямо. И переходим с вами теперь к упражнениям, которые будут укреплять нашу зону между лопаток, широчайшие мышцы, для того, чтобы максимально осанка фиксировалась в правильном положении. Попили водички и поехали дальше. Для следующего упражнения нам понадобится резинка как отягощение. И с вами будем прорабатывать зону между лопаток. Обратите внимание, что шея здесь не должна напрягаться, поясница тоже. Встали в полувыпад, зафиксировали таз в нейтральном положении, то есть поясница не должна прогибаться. Шею тоже выровняли. И теперь с выдохом будем делать вот такое движение, сводить максимально лопатки. Расслабиться и с выдохом потянуть. Расслабиться и с выдохом. Выполняем где-то от 20 раз, не меньше. Если можете больше, супер, делаем больше. Можно сделать немножко перерыв и повторить еще два раза. То есть сделать подходами в виде трех подходов по 20-25 раз. Все зависит от того, какой силовой показатель у вас. Также обратите внимание, что в этом упражнении у нас лопатки не двигаются вверх. Мы с вами опускаем их вниз хорошенечко. И с выдохом сводим только лопатки, то есть не задирая их вверх. Лопатка двигается как бы вниз и вместе. Вниз и вместе. Это также будет профилактика боли к шее. Следующим упражнением мы проработаем с вами грудные мышцы. Задача здесь больше их растянуть. Потому что когда формируется сутулазик, грудная мышца у нас наоборот зажимается. Смотрите, в наличии у меня есть сейчас одна резинка. Поэтому я буду выполнять на одну руку. В идеале, чтобы это было две резинки, чтобы одновременно двумя руками делали. Тогда будет хорошенечко растягиваться все грудные мышцы. Но показываю на примере одной. Положение тоже у нас в полувыпаде. Таз зафиксирован, спинка не проваливается. Подкрутили, зафиксировали. Вывели руку по 90 градусов в локте. Это очень важно для того, чтобы было растяжение. Не поднимаем вверх, не опускаем сильно низко. И выполняем вот такое вот движение. Напрягли грудную мышцу и расслабили. Напрягли и расслабили. Сделали вдох и на выдох. Обратите внимание, что плечо у нас не остается вот в таком положении. Оно раскручивается, как бы лопатка опускается вниз. Напоминаю, что в идеале выполнять это движение одновременно двумя руками. Я повернусь к вам лицом и покажу это на примере, но без отягощения. Растянули хорошенечко грудные мышцы. Угол 90 градусов. И с выдохом выровняли руки. Растянули и выровняли. Необходимо так делать тоже от 15 раз, не меньше. Можно также добавить подходы в виде трех подходов. И финальное упражнение у нас ориентировано на напряжение широчайшей мышцы. Становимся вот в такое положение. Опять же, опора может быть на стул, на стол, на диван, на все что угодно. У меня для отягощения гантеля, в данном случае, 2 килограмма. Вы можете взять, например, бутылку, либо использовать резинку. Я потом покажу, как. Наша задача зафиксировать, опять же, спину. Поясницу не прогибаем, немножко ее фиксируем. Рука и лопатка тянется вниз. При этом, обратите внимание, корпус я не скручиваю. Корпус зафиксирован. И с выдохом максимально сначала опускаю лопатку, прокручиваю плечо наружу и подтягиваю гантельку к животу. Обратите внимание, опять же, что не вот такое вот движение, иначе это будет больше мышцы руки работать. С выдохом опустили, немножко дотянули. Расслабили полностью, опустили, дотянули. Хорошее напряжение должно быть вот в этой области. Покажу, как с резиночкой делать. Также отягощение себе сделали. Опустили лопатку и дотянули. И расслабили. Опять опустили и дотянули. Расслабили полностью. Всегда мы делаем выдох на усилие, на подтягивание. И сделали вдох, расслабили полностью. И на выдох потянули. Расслабили и потянули. Выполняем так от 15 раз, не меньше. Если вы не почувствовали здесь мышцу, сделайте три подхода. Между подходами отдых небольшой делайте, где-то по 15 секунд. Итак, мы с вами улучшили подвижность в грудном отделе. Укрепили зону между лопаток и широчайшие мышцы. Растянули грудные мышцы, что поспособствует фиксации правильной осанки. Этот комплекс отлично подходит для профилактики дома. Но если у вас есть значительные боли, или вы увидели, что кифо сильно увеличился, обращайтесь, пожалуйста, к специалистам. В нашем центре Здоровый Рух мы успешно помогаем бороться с любыми проблемами опорно-двигательного аппарата. Обращайтесь к нам, записывайтесь на консультацию. Все контакты будут под видео, мы обязательно вам поможем. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить еще больше интересных видео и полезных комплексов для ваших спин, суставов. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok